Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о христианстве, о православной вере и о жизни православной церкви. В современном мире между людьми существует много противоречий. На грунте экономичному, политичному, а также национальному. Как православная вера, православная церковь смотрят на национальные отношения? Чему для православного христианина неприятный и даже небезопасный радикальный национализм и шовинизм? О этих важных, очень важных вещах мы поговорим сегодня с нашими уважаемыми гостями. Я с удовольствием их представляю. Это протеерей, отец Владимир Долгих, преподаватель Киевской духовной семинарии. И историк-экономист, доцент национального университета имени Тараса Шевченко Илья Назаров. А также наш найчисельнейший гейст – это православная молодь Киева и Украины. А начнем мы с того, что послушаем и посмотрим цитату из великого православного апостола Павла. «Нет ни Элина, ни Иудея, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Отец Владимир, начну с вас. Мне кажется, вот в этих словах апостола Павла, вот емко-кратко изложено отношение нашей церкви и нашей веры к национальным отношениям. Если можно, прокомментируйте их, пожалуйста. Смысл будет понятнее, если мы посмотрим на стих предыдущий, о чем вообще говорит апостол Павел. Откуда вообще взялись вот эти его рассуждения? Он говорит, что «совлекшись с ветхого человека, с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где? И дальше. «Нет ни Элина, ни Иудея» и так дальше. То есть апостол Павел о чем говорит? Что в познании создавшего его, то есть в познании Бога, в познании Христа, не может быть ни Элина, ни Иудея и так дальше. Поэтому мы все христиане, которые, в общем-то, ну одна из наших целей в жизни вообще это богопознание, то здесь для нас не может быть никакого разделения, там ни цвета кожи, там ни глаз, ни паспорта, не хотите даже шеврона на рукаве. Поэтому тут, по-моему, в принципе, все очевидно и добавить мало что. Спасибо, спасибо. Илья Владимирович, а вот у меня такой вопрос. Ну вот мы все знаем, православные христиане это знают точно, церковь – тело Христова. Кроме того, церковь – это вот мы, люди, все окрещенные во Христа. И вот вопрос такой, можно ли вот в это благодатное сообщество во главе со Христом вносить вопросы политические, вопросы, которые заведомо разделяют людей? Я думаю, что нельзя. Церковь, которая вот в этом мире присутствует, она максимум такой руководствуется, очень трудное исполнение, но непреложное. Это в мире всем, но не от мира сего. То есть церковь – это та среда, в которой нам явлена реальность, не от мирной, эсхатологической реальность Царства Божия, пришедшего в силе. И вот для того, чтобы в каждой литургии мы соприкасались с этой реальностью, Церковь призывает нас на определенном этапе. Всяческое житейское отложим попечение для того, чтобы в это Царство войти. Для чего это делается? Чтобы зачерпнув в этой реальности, мы затем вернулись в нее, потом мы с миром изыдем в конце. Но вернувшись в эту реальность, мы мерили этот мир, его реалии вот эти, вот этого мира, в том числе политические, экономические, какие-то еще воскресшим Христом, и давали им настоящую оценку в этом свете. Ум Христов имеет. А если мы не совлечемся этого, если мы действительно поддадимся соблазну каких-то пристрастий, разделяющих, неизбежно, потому что они частные, они какие-то партикулярные, так сказать, то у нас возникает соблазн, начать церковь мерить вот какими-то мирскими критериями. Тогда мы очень рискуем выпасть, не заметив того, безблагодатное пространство анафемы. Друзья, мы с вами являемся вирными Украинской православной церкви на чоли с блаженнейшим митрополитом Онуфрієм. Скажите, будь ласка, саме поняття «украинская церква», что воно означает? Это церква Украинской державы, Украинского народа, или у вас есть какие-то другие варианты? Будь ласка. Зважно, начнем. Меня зовут Вадим. Я считаю, что церковь – это не только украинская. Она располагается на территории Украины, но она для православных христиан. То есть это могут быть какие-то иностранцы, которые исповедуют Христа и крещены в канонической церкви, например, греческой или сербской. И если они живут в Украине или находятся в Украине, то они тоже могут являться членами Украинской православной церкви. То есть это именно на месте, там, где территория Украины. Но это не имеет привязки к национальности. Спасибо. Наступное мое запитание уже до всех участников программы. Если церковь украинская, то есть это значит, что она объединяет только украинцев? Сейчас перед тем, как вы ответите на этот вопрос, мы задали православную киевлянам. Давайте посмотрим сейчас на экран. Мы говорим, что Украинская православная церковь. Это значит, что церковь только украинцев? Безумовно, что церковь не только для украинцев, а и для других национальностей, других гражданин, других стран. Оскільки, в первую очередь, церковь мы шукаем не приоритет государства, а мы шукаем Бога. Для всех людей, живущих на Украине, православных, это церковь. Если, предположим, человек украинец, это же не значит, что это добродетель какая-то особенная. Быть украинцем, это не значит сразу же быть каким-то особенным человеком. В конце концов, украинец ты, или ты не украинец, ты русский, предположим, еврей, крещеный, я не знаю, грузин. Человек любой когда-нибудь умрет, любой человек, любой национальности. И принять суд к Богу, он что ему скажет? Я украинец, или я русский? Абсолютно не. Мается на увазі, что воно териториально находится в державе Украины, но, оскільки у нас очень много наций, людей из разных стран, мы не можем заборонить им входить в нашу церковь. Мы должны только раскрывать для них наши двери, наши обоймы, и чтобы они йшли до нашей церкви, и, возможно, свои неправильные верования змінювали на православие. Ну вот, мне кажется, что Маша на свой вопрос получила ответ. Давайте пойдем дальше, углубляя тему национальных отношений относительно того, как смотрит на него церковь. Вот куда двинемся с вами, отец Владимир, Илья Владиславович. Совсем недавно, особенно последние годы, последние пять лет уж точно, идеология властная, государство, средства массовой информации нас убеждали в том, что каждой нации должна соответствовать своя национальная церковь. Правильно ли это? Очень многие наши зрители имеют на этот счет свою точку зрения. Итак, справедливо ли, что каждое государство должно иметь свою национальную церковь? Ну, знаете, может, сейчас Илья Владиславович поправит меня. Насколько я понимаю, вообще само слово и понятие нации, то, которое мы имеем в современном мире, оно вообще формируется как в 18 веке. То есть это относится к эпохе индустриализации, когда происходит некая стандаризация образования, когда коммуникации СМИ, средства коммуникации, средства информации развиваются и так дальше. То есть, фактически до этого момента люди, были другие способы идентификации себя. Да, больше употреблялось там слово «этнос», там «народ», была возможность идентификации по религиозному признаку, по сословию и так дальше. То есть, поэтому, скорее всего, там прям национальная церковь какой-то нации, понимаете, то нет. Все, что, если мы проследим вкратце, скажем так, какую-то, вот так вот обобщим историю формирования, да, то у нас была и Каримская церковь там была, да, у нас называлась там Антиохия, город один. Антиохия, в ней просто христианская община антиохийская. Да, конкретная местность. Это обозначает конкретно вот просто какой-то термин, который употребляется в отношении административного отделения. Здесь очень много непонятностей и очень много всяких подмен и всяких передергиваний. Поэтому вот я прошу, Илья Борисович, давайте немножко объясним людям, что такое вообще поместная церковь? Что это такое поместная церковь? Поместная церковь? Нам последние годы, год особенно перед выборами президента Украины последними, нам поместна церковь, поместна церковь. И стали все абсолютно специалисты в этом вопросе. Что такое поместная церковь? Давайте внесем ясно. Прямо классическое определение, начнем в церкви. Церковь – это сообщество людей, объединенных общей православной верой, законом Божьим, таинством и священноначальством. И вот мы говорим, что эта церковь как строится. Есть общины, вокруг евхаристической части собраны. Общины собираются в епархии, которые возглавляются епископом. И 34-е апостольское правило говорит, что епископам определенной территории подобает иметь первого из них. И вот они объединяются, и так создается региональный синод. Вот то, примерно, что апостол Павел называл, коринфская церковь. Какой-то региональный синод. Это поместная церковь, которая по территории. По месту, по месту, друзья мои, все, кто нас смотрит, зрители, обратите внимание. По месту, по месту, где исповедуется Христос православно, где Он исповедуется Богом и Спасителем. По этому месту, скажем, место Украина или Америка, американская православная церковь. Украина, украинская православная церковь, земли Чехии и Словакии, поместная церковь. Всего мы имеем, сколько, 15 поместных церквей. 15. И они не соответствуют нациям. Пожалуйста, запомните это. Они не соответствуют. Люди разных наций могут входить в одну поместную церковь. И в нашу, украинскую, входят и представители африканского континента, и азиатского континента. Это не имеет значения. Вот исповедующие на этой территории, в этой местности, исповедующие Христа православно, есть православная поместная церковь. Я ничего не перепутал. Ну, просто сейчас, наверное, чаще потребляют, ну, поместно любят, но вообще еще любят автокефально. Это, в общем, только другое. Наступное мое запитание и до наших главных экспертов, и до молодежной аудитории. Скажите, пожалуйста, я взагалі, православная церковь, православная вера ставится до национального питания. Чи зберегаются нации в христианстве? Чи, может, церковь отменяет нации? Отменяем ли мы нации вообще? Это тут еще, тут такая вот тоже есть такая опасность. Церковь, что, отрицает нации? Она не отрицает, как бы, народность какую-то, да. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что, в принципе, для каждого из нас национальность – это все равно нечто внешнее, нечто приходящее. Поэтому, если мы умрем, душа не будет иметь там цвета кожи, разреза глаз и так дальше, понимаете? Поэтому, это все равно приходящее. Человек, который эмигрирует, он может ассимилироваться и все считают, там, русский уехал в Германию, он вообще отрекся, там, не знаю, и уже там поколение одно, даже одно через поколение уже никто не вспомнит о том, что они русские были. Понимаете, точно, поэтому, значит, мы это говорим о том, что национальность – это, в принципе, нечто приходящее. И к национальности, как мне кажется, можно относиться лишь только как к некой среде для какой-то, ну, реализации, что ли, культурной, духовной реализации, беря от каких-то национальных особенностей, вот, как бы, самое лучшее, да. То есть, апостол Павел говорит, что все исследуйте, доброго держитесь. Поэтому, вот, вот, только в таком изложении, понимаете? Но ты знаешь, что кто-то там выше, кто-то ниже и так далее. Вы что-то хотите добавить? Ну, мне кажется, вот, ключ понимания этого вопроса дает опыт Пятидесятницы. Мы знаем, что языки, разделение языков – это наказание Божие миру, который дерзнул штурмом взять небо, нагло, экономическим способом, без молитвы, построить, так сказать, башню вавилонскую. Вот были смешанные языки, и фактически произошло вот это разделение на нации. Но вот Пятидесятница, мы видим, упразднение не приходит, не происходит. То есть, когда апостолам надо идти проповедовать, Господь не благословляет их, какой-то эсперанто язык избрать, который будет всем доступен, а он благословляет те языки, которые вот уже после разделения возникли. Он дает дар языкам. То есть, он дает дар каждому апостолу говорить на этих языках. И это говорит о том, а язык – это очень важный признак народности. Это стержень культуры народности. Спасибо. Это благословение. Это очень интересно. Наши зрители, которые, может быть, не очень хорошо знают Писание Нового Завета, когда Дух Святый сошел на апостолов, то они не на одном языке заговорили, говори сейчас наш уважаемый гость, они на разных языках заговорили. И все, кто видел их, ребята, вы помните этот момент, да? Все, кто видели это, услышали свое наречие. Кто-то что-то хочет добавить? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, мне кажется, полностью это убирать нельзя, потому что должно быть какое-то культурное наследие, любовь к земле, и полностью от этого избавиться, я думаю, что не имеет смысла. Да, да, да. Не имеет смысла, а возможно ли. Если возможно, смысл в чем, я говорю, что смысл, я не говорю, нужно избавляться. Но есть люди, которые избавляются от этого и принимают совершенно другую культуру. Значит, раз это все-таки нечто внешнее на центре. Понимаете? Вот о чем говорю. Не говорю, что надо избавляться. Ну, раз это возможно убрать, скажем так, у человека, значит... Ну, то есть я бы сказал, что глобализация, например, мы говорим, которая стирает все и вся. С точки зрения, так сказать, православной церкви, это хорошо или плохо? Мы говорим, это очень спорно, что это хорошо. Плохо, плохо. Что она стирает культуру национальную, что она всех людей вот пытается привести к знаменателю. Плохо? Да, национальная принадлежность к определенному народу, она внесет в себе ряд факторов. Это любовь к своим традициям, к своему языку. И церковь не стирает личностные какие-то характеристики личностные, личность саму в человеке. И более того, она, ну, не требует принадлежность к определенному народу, но это есть сейчас личности. Церковь, наоборот, помогает развести, развиться этой личности. И более того, в церкви человек может послужить своему народу и еще, как бы, скажем так, укрепиться, служа на благо своей Родины. Спасибо, спасибо, спасибо. Я хочу точнее, вот кто-то, я, да, вот еще кто-то хочет сказать, пожалуйста. Стосовно питання национальности, я просто, ну, я психолог, і колись вчився Драгоманово, цю спеціальність вивчав. У нас був такий предмет – этнопсихологія. Там, взагалі, традиційно кажуть, що национальність визначається по крові, але на сьогодні, в 21-му столітті, це не зовсім так. Бо є така річ, як психологічна самоэндифікація своєї національності. Тобто не все визначається по крові, навіть в цьому питанні. Ну, по какой крові, извините, ну, если мы, ну, я наоборот, поддерживаю, да, то есть, если мы будем говорить о крові, то мы вообще можем докатиться до какого-нибудь социал-дарвинизма, вот, в изложении того же Донцова, понимаете, там, и так дальше. Поэтому тут, когда народ национальність воспринимается, как биологический вид, который борется за свою выживаемость, понимаете, как будто бы национальность прописана в генетическом коде, понимаете. Ну, это, как говорилось, фондово-психологическом филе, это не так, это психологічна самоэндифікація. Это не наш метод, да. И навіть хочу навести один приклад, зараз 21-е століття, ще раз на цьому наголошую, в Ютубі можна знайти ролики, як там визначають тестом ДНК національність людини. Одна людина, там, здається, британець, яка дуже, там, ненавидела інші нації, там, и так далее. Виявилося, що в ней 40% саме тої национальності, яку вона ненавидела. Идемо далі. Дякую, идемо далі. Значит, вот, зараз мы всю тему, давайте, не залиблюте далі. Отец Владимир, Иллия Лиславович, снова к вам обращаюсь, хотя нет, ко всему обращаюсь, но сначала к вам. И вот, що хочу сказати. В последнє время стільки путаницей, благодаря вмешательству, опять же, государства в церковні дела, було внесено, що договорились до того, що предлагають розділять святых. Такі роздаються голоса. Давайте поделим святых на украинских святых, русских святых. Здесь, понимаете, що здесь читається. Вот мой вопрос, а як ви відноситесь к идеію розділения святых на украинских і русских, предположим? Пожалуйста. Тут категорически негатив. Ну, какие розділения, значит, если он негр, понимаете, ну, и святой, то не молитв, что ли? Мой любимый святой Максим Исповедник, а он грек по національности. А сейчас у нас греки одни хвалят, другие ругают, понимаете? То есть, ну, извините, но у нас тоже ж, многие там не любят евреев, там пытаются анекдоты про них сочинять, но у нас самый главный еврей, который нас спас всех, понимаете, Иисус Христос. Поэтому, какие тут, может быть, вообще разделения? Да. Вот теперь, ну, тут все совершенно понятно. По поводу, сейчас я хочу дать слово Ела Иславовичу, но вот пришла такая мысль, я хочу ее сейчас озвучить. Что спорить по поводу национальности, если Господь так устроил, что у него разные дети, разные цветы кожи, разные, понимаете, разные, разных языков. Это Господь так устроил. Это все равно, что Отец любуется, у него разные дети. И вот наш Небесный Отец, он точно так же, мне кажется, я вообще уверен в этом, воспринимает, и все, вот это мне, сейчас пришла эта мысль. Возвращаемся к разделению. Илья Владимирович, это очень серьезный вопрос сейчас. Какие силы в мире двигают вот это разделение? И какая здесь есть, какая здесь есть тайная мысль у них? Почему, вот, что стоит за разделением на святых Украинцев? Кажется, глупость, да? Ну, кто-то там болтанул, там, давайте поделим святых с Россией, да? А вот как вам видится, что здесь, что за этим стоит? Да, ну, вот я сразу хочу сказать, что действительно, это не просто глупость, это какой-то абсурд. Вот, когда вот там вот говоришь на цельнице, ну, вы действительно, говорю, думаете, что люди, которые спаслись, они будут в разных резервациях у Бога в раю? Ну, действительно, вы можете так представить, так сказать, что это может так быть? Или за кого Христос распялся? Он был за римлян или он был за евреев, которые друг друга ненавидели по признаку раса? Ну, они говорят, за всех, мабуть, за всех. Ну, конечно, он же универсальный всечеловек, сын человеческий, так сказать, и делить, носить какие-то разделения, это абсурдно. Но они вносятся, они действительно не доходят до неба, и они вносятся для того, чтобы разъять вот какие-то такие, скажем, общезнаменатели смысловые, которые поверх барьеров вот этих национальных объединяют людей. А церковь, она как раз есть, то есть смысловой знаменатель, который объединяет людей в невидимые какие-то объединения. Вот мы такие вот понятия сейчас, оно не популярно, цивилизация, культурно-исторический тип. Когда многие народы, вне зависимости от цвета кожи, глаз, от языка, они объединяются, тяготеют друг к другу, просто потому, что они хотят всю свою жизнь выстроить, не выпадая из фокуса абсолютного. Вот они хотят рожать детей, писать стихи, я не знаю, там, воспитывать этих детей, хозяйствовать, таким образом, чтобы при этом никогда не отдаляться от спасающих Христа. И они выстраивают всю эту жизнь, там, государственность, юридические какие-то системы. И вот так вот эти люди срастаются в цивилизации. Поверь цвета кожи, поверь нации, поверь чего-то еще. И вот мы тоже живем в такой цивилизации, восточнославянской, которая преемница Византии. Она сложилась, она существовала много лет. Она заставляла казаков уйти, уходить из-под Польши и Литвы, и Московская царяете на эту войну с Польшей, для того, чтобы долгую, чтобы как-то это все сделать, большую кровь проливать. И вот, в принципе, кто-то хочет, вынув этот стержень, разрушив этот купол смысла, который над перегородками, над цветом кожи, над языком, над чем-то еще. Купол смысла, вот он поверх этих перегородок. Разрушив его, превратить нас в этнографический материал. Пестрый, острый, ранящий друг друга, кровоточащий по каким-то швам, так сказать. А потом, когда это здание будет разрушено, мы в качестве кирпичей будем встроены в какой-то другой проект. Не нравится нам русский мир, а может быть так, чтобы никакого мира не было. А может, какой-то другой мир будет. Может, какой-то другой проект будет. Просто пока нам о контурах его не говорят. Да. А вот мне кажется, мы с вами говорили еще до программы, что вот за этим вот, казалось бы, нелепым разделением святых стоит желание определенных сил, может, мы сейчас их назовем даже очерками, разделить славянские народы, разорвать вот эту вот православную славянскую цивилизацию, о которой вы сейчас говорили, просто разорвать ее. Начать с того, чтобы разделить святых, вот, пересмотреть историю, убрать страницы общей истории. Даже мы же чувствуем, что вот сюда нас двигают, так же? А вот что это за силы, которые заинтересованы в таком разделении? Что это за силы? Давайте их назовем сейчас. А вот я вижу, кто-то хочет сказать. Пожалуйста. Ну, мне кажется, в самом-самом конце за этими силами стоит все-таки дьявол, потому что он как бы отец лжи, и он хочет рассеять христиан, как Христос молился на Тайном Вечере, что говорит, я молился о том, чтобы вы были едины, потому что дьявол просил меня, чтобы вас метать, да, сей, то есть метать в разные стороны, чтобы вы как зерна были разбросаны и не были вместе. Спасибо. Давайте поаплодируем, Володь, да? Пожалуйста, пожалуйста, слушай. Здравствуйте, меня зовут Севолод. Ответ на, ну, вообще этот вопрос о национализме лежит в Евангелии, где Христа, по сути, распяли, потому что он не следовал национальной идее по мнению иудеев. Ну, мне так кажется. Спасибо, спасибо. Хорошо, хорошо. Ну, будем так говорить. Конечно, я согласен с Володей, он сказал, он указал главного выгодополучателя, да, понятно, выгодополучателя. Но у него и есть свои определенные слуги, которые в земной жизни реально хотят нивелировать нас, вернее, кого-то нивелировать, а кого-то и поссорить. Вот давайте поделим святых, а потом мы поделим историю, а потом мы начнем друг друга стрелять. Вот, чего хочет Лукавый, чего хочет и его слуги, чтобы мы стреляли друг друга. Не только поделили святых, а стреляли друг друга. Идем дальше по этой непростой теме, но мы по ней двигаемся. Ведомо, что святий Петро Мугила був молдуванином за походженням, а прославився на территории теперешньої України. А Дмитрий Ростовский був родом из-под Киева, а канонизованный как святитель Ростовский. Из этого привода я пропоную молодежной аудитории таке своередное тест опитывание. Мы даже назвали его тестом на православность. Так, так. Ну, перш ніж почнеться цей тест, я хочу сказати нашим шановним отцу Володимиру, нашому іллі Болезовичу, хочу сказати таке. Придивляйтесь, будь ласка, до відповідей, послуховуйтеся, вернее, так. А ми потім, ми готуємо невеличкий приз, найактивнішому, хто буде сьогодні в нашій молодежній студії. Будь ласка. Увага, друзі. Перше питання. Який святий є вашим небесним покровителем? І хто він за національністю? Чи він росіянин? Чи він українестю? Може, у нього якась інша національність? Будь ласка. Який, тільки дуже коротенько. Так, дуже коротенько і передаємо. Дуже коротенько. Ну, так як мене звуть Павел, то, наверное, це апостол Павел. Ну, і говорить о його національності, он іудей. Спасибо, спасибо. Далі йдемо, далі. Далі, далі, давай. Так, так, далі, далі, далі. Дякую. Мій святий – це апостол Андрій Первозваний, та він єврей за національністю. Я теж на четвертиночку, якщо щось, тому я бачу з ним єднання. Дякую. Так. Хто ще? Моя покровитниця небесна – це Самарянка Фотінія, тому що моє ім'я прикладається Світлане, як фото, світ. Ось це та сама Самарянка, яка просила у Христа живу вудим. Дякую. Мой святой, святой благовірний князь Севолод. Он, ну, русский князь, он был новгородским князем, он был в Ишгороде князем, поэтому, не знаю, українець, русский, тяжело. Хоть первый славянин, а то одні сіміти. Моя святая дозефея китайская, київская, как угодно. Славянинка. У мене святий Віталій, я сьогодні в церкві Симеона, купив вот такую вот иконку, но шо тепер? Олександровский. Ну, він з Єгипта, я думаю, там, египтянин. І зверніть увагу, що вас абсолютно не обходить ваш святий він, чи грек, чи він, чи походження візантійське. Для вас все неважливо. Хто ваш улюблений святий, кому ви більш за все любите молитися, так? І хто він за національністю, чи взагалі важлива для вас національність вашого улюбленого святого? Ну, мені подобається молитися Серафіму Саровському за національністю росіянин, ну, русський. Так, дякую. Будь ласка, питання дуже легке. Давайте. Давайте, я сама буду ініціювати. Давайте, давайте, давайте. Ну, насправді, мій святий, у якому я часіше за все молюсь, це Іона Київський, тому що хожу інколи, не часто, але хожу в Іонівський храм, Свято-Троїцький монастир. Але мені взагалі не важливо, якої національності, тому що важливо життя і їх шлях земний, і як вони допомагають нам зараз на Неві. Дякую вам, Боже. Так, буду сама вибирати. Давайте. Мой любимый святой – це Николай Чудотворець. Я також к своєму стаду не знаю, какой національності і происхождение, тому що, дійсно, для нас це не важливо, і головне, щоб ми следували їх примерам і точно також перевели свод душу ко спасенню. Спасибо. Ваша відповідь. Вот якраз у мене два любимых святых із прошлого века – це Паисій Святогорець і Гаврилу Ургибадзе. Я дуже приклоняюсь перед їх житієм, їх подвигом. І, звичайно, той близістью цього життя, якою вони є нам. Тобто вони нам дуже близькі, тому що буквально жили в прошлом векі. Дякую. Спасибо. Я предлагаю сейчас, щоб поставити точку в цій страничці, послухати, як відповідати на цей вопрос києвляне, православне києвляне. Нужно ли делити святых на русських святых і українських святых? Я думаю, що немає, тому що святость – це вище поняття національних питань. І давайте ще такий питання себе зададим. А нам було би приємно, якщо ми п'їхали в далекий російський країн, і нам би сказали, а ви що, з Києва? Це земля Антонія Феодосія Печерських? Я думаю, що це не потрібно, тому що святой чоловік – це определіння дуже обширне. Оно виходить за грани того ж держава, як в цьому віде, виходить за грани пола – мужчина, женщина. Оно виходить за всі грани, необ'ятне це поняття. І тому святой чоловік, він може бути любой національностю, любого святокожі, любого пола. Я не дуже себе представляю, як це взагалі можна. Ну, наприклад, грузини скажуть, у нас наша святая Тамара і наша святая Нина, і більше нам ніхто взагалі не нужен. І серби скажуть, у нас є Николай Сербський і більше нам ні до кого немає дела. Але як це? Це ж бедність, це ж богость. Ми обогащаємося за счет того, що у нас таке кількість общих святых. Можем ли ми, граждане современной України, молиться Матроне Московській, Ксеній Петербургській, Алексію Московській? Ну, звісно, всі великі святі, це святі, так сказати, всеобщі, земні. Ми вже молимося Николаю Чудотворцю, моючи яку в барі. Ми молимося другим святим. Звісно, ми можемо молитися, а чому немає? Дякую, давайте, дякую, дякую. Дякую, дякую. Ідемо далі. Ілья Володимирівській, хочу вот к вам сначала обратиться. У нас в последнее время, прежде всего в Україні, у нас путають такие понятия, как патриотизм і радикальний націонализм, шовинизм. Путають очень важные понятия. Вот, пояснити нашим зрителям і всем нам, в чому разниця, в чому разліща между патриотизмом і крайним націонализмом, який ми часто наблюдаємо на території нашої країни. Пожалуйста. Ну тут суб'єктивна, конечно, оцінка буде в какой-то мере. Ну вот мне кажется, что радикальний націонализм, он проводит линию в мире свой-чужой, в человеческом обществе. И вот те люди, которые остаются по ту сторону линии чужой, а это признак критерий расы и языка. Расы и языка. То есть это не религиозные критерии, а какие-то партикулярные, неуниверсальные критерии. И по ту сторону, в которой своих остаются люди за бортом, это люди, которые, по отношению к которым позволено все. То есть это люди, которые теряют статус человека, которые статус творения Божия. Если так, если этот человек верующий, допустим, как хорваты, которые убивали сербов православных во время Второй мировой войны, то это он теряет для него статус творения Божия. То есть за этой чертой наступает какая-то тьма внешняя, в которую он ввергает этих людей и даже не чувствует раскань. А патриотизм, ведь это же хорошо, патриотизм. Любить свою родину православную может любить свою родину? Да, любить свою родину, но не до последнего еврея, не до последнего армянина. Вот люби ее. Да, да. Ну, если грубо сказать. Ну, так любите. Я вспомнил про Вторую мировую. Если помните, там была история, когда немцы потопили линкор-хут британский, да, потом выходит в первый свой поход, ну, как бы, да, боевой поход, выход линкор-бисмарк знаменитый, и британцы объявляют на него охоту. В итоге этот бисмарк был потоплен, да, в Северной Атлантике. И я один раз видел интервью с этими вот матросами, которые спаслись и с линкора-хут, и с линкора-бисмарк. И вот они уже эти вот старенькие дедушки, которые там еле уже перемещаются. Мне насколько запомнилось одного немца, который был еще молодым матросом. Говорит, во время моей службы на линкоре-бисмарк, говорит, я не видел ни одного британца, говорит. И в жизни никогда не встречал ни одного британца, говорит. Ну, я их всей своей сущности ненавидел. Понимаете? Ну, вот это вот, пожалуйста, национализм. А вот сейчас мы подходим к очень важному второму вопросу. И нам говорят, опять же, мир говорит нашей церкви. А вы не патриоты, нам радикально националисты говорят, вы не патриотична церква, нам говорят. Вы не патриотична церква. Ну, и дальше следует, мы сегодня еще сейчас будем говорить об этом. С точки зрения, отец Владимир Владимирович, с точки зрения православной веры, что такое, как вам говорится, что такое радикальный национализм именно в свете веры? Вот что это? Мне кажется, радикальность в свете веры вообще не может быть. Нет, я, наверное, плохо сказал, оценка его. Что это? Мне кажется, это... Духовная составляющая его какая? Мне кажется, будет просто разъедающая ненависть. Понимаете? Потому что националист, в принципе, мне кажется, строится не на любви к своему народу, а в первую очередь на ненависти к другому. То, о чем говорил Илья Владиславович, когда говорит разделение, и тот, кто по ту сторону, или это разделительные линии, вот ненавидеть, понимаете? Поэтому, вот, мне кажется, здесь... Ну да, а мы говорим, что Бог есть любовь, что мы, Христос, когда к нему пришли, спросили, какая больше заповедь? Он говорит, о любви говорил, так? Заповедь новую даю, любите друг друга, а тут говорят, нет, треба ненавидеть правильно, треба ненавидеть правильно, и тогда ты патриот. Все перемешано, все передернуто. А я вот вважаю, что наша украинская православная церковь – это найпатриотичнейшее собранье на земле Украины. Кто с мной согласен? Скажите, пожалуйста. Поясните, почему, пожалуйста. Вот тогда придется. Мы все воскресенье, православные христиане, всей Вселенской нашей Церкови молимся о властях и воинстве нашем, молимся о нашей стране, мы молимся о каждом православном христианине, о мире во всей стране и во всей земле, в том числе и нашей стране. Каждое воскресенье, каждую службу мы вспоминаем о нашем воинстве, о наших властях и о каждом жителе нашей замечательной страны. Спасибо. — В этом обмене решающую роль сыграл роль блаженнейшего нашего, и в том числе и патриарха Кирилла. — Ну это дела. — Об этом давайте о делах. То есть кто реально помог гражданам Украины вернуться домой. — Вообще я обожаю. — Так, так, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Георгий. Да, действительно, в последнее время усилили изгонение на Украинскую Православную Церковь. Нас обвиняют в том, что мы не патриоты нашего государства, Украины. И, конечно же, это связано с действиями в Крыму, действиями на Донбассе. Но почему-то те, которые нас обвиняют, не хотят посмотреть в истории, когда Украинская Православная Церковь входила в состав Константинопольского патриархата. Это было во времена казачества. И в это же время украинские казаки воевали с Турцией. Но почему-то никто не собирался откалываться от Константинополя. Потому что, наверное, люди понимали, что политика и церковь — это абсолютно разные вещи. Нету на земле истинной власти. Власть только у Бога. — Спасибо, спасибо, спасибо. — И поэтому это все происходит, мне кажется, из-за невежества, из-за незнания своей истории. — Моженки, подводим итог. Вот, пожалуйста, да. — Еще раз скажу, что вважаю, что наша Украинская Православная Церковь — это наипатриотичнейшее зібранье на земле Украины. Потому что вона зичит громадянам Украины наиголовнейшего блага — спасения во Христе. — Спасибо. А я еще скажу от себя, что проявление крайнего национализма — есть грех против Бога. Это моя личная точка зрения. Может быть, меня кто-то поправит, но я так считаю. И вот именно от этой мысли отталкиваясь, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели реальные дела, как сказал отец Владимир, тех, кто называет нас неправильной церковью, Украинской Православной Церковью. Вот давайте посмотрим на их дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА